Чигирад жмаград 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 жмагр И большое спасибо Швиле Прабхупаде, который нам позволил участвовать в этом празднике и всей Гуру Парампари. Кто бы из нас знал о том, что нужно поклоняться Гавардхану, если бы не Швиле Прабхупада. Поэтому это и есть поклонение Кришне совместное, когда все участвуют в Гавардхана Пуджи. И Швиле Прабхупада для нас создал целый холм, который называется Искон. И мы все под этим холмом можем служить Гришне. А самое активное, способное. Дама Дама Кунжа Бихари Дама Кунжа Бихари Дама Кунжа Бихари Дама Кунжа Бихари Ямунна Кираваначари Дайя Рада Мадава Кунджа Бихари Дайя Гопи Дана Вала Бхагири Варадари 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 Дайя Рада Мадава Кунджа Бихари Дайя Гопи Дана Вала Бхагири Варадари Дары Кршна includedvelo-новок Дары Кршна Хресна 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 Кршна Хресна Хресна Хресли Субтитры создавал DimaTorzok 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 Jaya Prabhupada DimaTorzok 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 Замечательный стих, да, мы слышим знакомые слова. Бхагда Вацала, нам это всегда нравится. Кришна заботится о своих преданных. Итак, перевод и комментарий. Учеников и Божественного Милостячи Бхагдивданта, с вами Швила Прабхупады. И это не отлично от того, что сделал бы Швила Прабхупада. Пастухи и пастушки обратились к Господу такими словами. О, Кришна, Кришна, о, удачливейший, пожалуйста, спаси коров от гнева Индры. О, Господь, Ты так любишь своих преданных, так спаси же и нас. Очень важное замечание, которое преданное обращается к Кришне за спасением. Почему это так важно, мы сейчас обсудим комментарии. Когда Господь Кришна родился, Гаргамуни предсказал, По его милости вы легко преодолеете все трудности. Жители Вриндавана были уверены в том, что в минуту опасности Господь Шри Нараяна наделит Кришну могуществом. Необходимым для того, чтобы защитить их. Они любили Кришну больше всего на свете, и Господь отвечал им взаимностью. О, Магьяна, Тимиранхасяк, Янанджана, Шалакая, Чакшурун, Милитам, Яна, Тасмай, Ши, Гураве, Намага, Шичи, Таням, Яна, Пештам, Стапитам, Яна, Бутале, Сваям, Рупак, Кадам, Агям, Дадати, Сва, Падантикам, Харе Кришна. Итак, мы начнем с того, что игры Господа высокоорганизованы и высокоинтеллектуальны. То есть Кришна не играет в случайные игры, это высокоорганизованная личность. И поэтому, когда он говорит в Бхагавадгите, Джанма Кармача Мэдив Ям, Ивам, Явети, Татватага, он говорит, понять мои игры, это означает вернуться в духовный мир. И это не так просто, понять игры Господа, потому что они очень высокоорганизованы и очень высокоинтеллектуальны. И с чего все началось? Индра возгордился. С чего начинаются проблемы в нашей жизни? Именно с этого. Как только мы возгорделись, что происходит, когда мы возгорделись? Мы чувствуем себя независимыми от верховной личности Бога. Гордость означает, я сам, я сам решаю, что произойдет. Это называется гордыня. Я буду решать. Бог, конечно, может быть он и есть, но я буду решать. И индра преданный Господа? Конечно, преданный. Оказывается, преданные Господа тоже могут гордиться. Как ни удивительно. И Индра возгордился настолько, что готов был уничтожить коров и самих пастухов, проливая нескачаемые дожди из облака Самвартака. Вот до чего доводит гордыня. И посмотрите, как Кришна поступает с Индрой при этом. Мы знаем, что после того, как Индра пришел и покаялся, Кришна сказал, я не держу на тебя зла. Иди дальше, будь Индрой. Но как только пастухи прекратили поклоняться Индре, что Индра сказал, я вас всех уничтожу. Как вы посмели, я вас всех уничтожу. Смотрите, разница между поклонением полубогам и Кришне. Кришна всегда добр к своим преданным, даже если они ошибаются. И заметьте, Кришна не хотел уничтожить Индру. Он хотел позаботиться, чтобы с Индры спала эта спесь. Но он хотел, чтобы Индра остался его преданным. Индра же хотел всех уничтожить. Я тут главный, я всех уничтожу. То есть Индра действовал, как действуют демоны. И Кришна помог ему не стать демоном, но измениться. И здесь говорится о любви. Мы все хотим полюбить Кришну. Правда ведь? Это наша задача, это наша цель конечная. Мы хотим полюбить Кришну. Но что такое любовь? Это очень сложно. Разве любовь это такая простая вещь? Любовь это очень сложно. Из чего она состоит? Какие компоненты? Как мы можем понять, что мы любим Кришну, не любим Кришну? Очень много вопросов. Люди говорят о том, что благодарность является важной категорией любви. Очень правильно. Но давайте зададимся вопросом, а на чем основывается благодарность? Почему мы кого-то благодарим? Почему мы кому-то благодарны? Это основано на зависимости. Причина нашего материального существования – независимость от Бога. Мы захотели быть независимыми. Отсюда все наши беспокойства и болезни материальные. И вот эта зависимость от Бога является важной категорией, позволяющей нам развивать любовь к Нему. Если мы независимы, зачем кого-то любить, благодарить? Но если мы зависимы от Бога, поэтому мы читаем Бхагаватам не с десятой песни, а с первой песни. И что показывает Бхагаватам? Что Бог создает весь этот мир, дает нам возможность наслаждаться этим миром. Что Он нам не завидует. Он о нас заботится, несмотря на то, что мы пришли в этот материальный мир и отвернулись от Него. Какой замечательный Господин. Но мы при этом от Него полностью зависим. Наши тела – это Его энергия. Вокруг всюду Его энергия. Представляете, как Бог все красиво создал. Цветы красивые же, да? Очень красивые. Можем видеть. Цветы красивые. Люди красивые. Животные красивые. Природа красивая. А Бог мог бы создать это все ужасным. Но Он создал красивым. Он нас любит. И мы от Него полностью зависим. Мы не создавали эту красоту. И мы зависим от Бога. И вот это первая стадия, на которой мы понимаем, что да, нужно любить. Посмотрите, интересно, что происходит. С Индрой, понятно, он возгордился. Окей, Индра возгордился. Но что с пастушками? Что с жителями Вриндавана? Почему на них такое беспокойство было организовано для них? Кому они поклонялись? До того, как... Кришне, когда Он поднял Холмгардхана, было 7 лет. До этого, кому они все время поклонялись? Индре. Да, проводили Индрапуджу каждый год. И Кришна решил, что хватит. Потому что тот, кому мы поклоняемся, тот, кому мы поклоняемся, и тот, от кого мы зависим, и есть объект нашей любви. Любовь к этим существам развивается из-за зависимости. Посмотрите, сейчас люди, каждый независимый. У всех есть мужчина, женщина, они сами занимаются, и дети тоже. У всех есть свой бизнес. Поэтому все друг от друга независимы. И поэтому они не могут удерживать любовь. Они могут удерживать только на том уровне, пока есть гормональный фон. А потом невозможно, потому что все независимы. И вот если мы чувствуем себя независимыми от Бога, мы не сможем Его любить. И поэтому Кришна показывает, Он говорит, пожалуйста, кто такой Индра? Посмотрите, кто такой Индра? Почему вы Его пытаетесь полюбить? Почему вы от Него зависите? Зависеть означает пытаться полюбить. Почему вы от Него зависите? Разве Он вам все дает? Нет. Индра – это просто инструмент кармы. Вы действуете, Индра дает плоды. Он не может вам дать больше, чем вы заслужили, и не может дать меньше, чем вы заслужили. Индра проливает дожди даже над океаном. Океаны ему не поклоняются. Зачем же вы поклоняетесь Индре? То есть сначала, чтобы изменить веру, нужно сказать, что это неправильное поклонение. Но потом нужно дать правильное поклонение. Кому Кришна предлагает поклоняться? От кого вы зависите сейчас? Кого вам надо любить? Это браманы, коровы и говардхан, который вам все дает. Вот от кого вы зависите. Так почему же вы зависите от этого, а поклоняетесь какому-то Индре? Для нас это какой урок? От кого мы зависим в своем сознании, Кришна? От преданных. Значит, кому мы должны служить? Преданным. Если не будет преданных, кто нам расскажет о Кришне? Кто с нами споет киртан? Кто приготовит просад? Кто будет поклоняться Божествам? А кто? Если не будет вокруг преданных. Мы зависим от преданных. Но это надо понять. И тогда мы будем их любить. Если мы чувствуем себя независимыми от преданных, я самый главный, или я вообще не хочу в этом участвовать, но неважно уже как. Как мы будем любить этих преданных? Мы от них независим. Но если мы зависим от преданных в своей духовной жизни, мы обязательно будем их любить. А преданные – это Кришна. И посмотрите, как Кришна это показал. Он принимает огромную форму и становится Говардханом. Потому что пастухи могли бы сказать, ну это просто гора, камни, зачем ей поклоняться. И Кришна становится Говардханом. Он говорит, это я. И то же самое в нашей жизни. Кришна становится преданными. Всеми вами. И он говорит, вот я, посмотри, вот я. Вот я, я в сердцах всех этих преданных, и не как Параматма уже, да, а как Кришна. Поэтому служите преданным, поклоняйтесь преданным, заботьтесь о преданных. Потому что без преданных, если все разойдутся, это будет очень грустно, скучно и печально. Кому мы будем служить? Неофит думает, есть я и божество. Вот, все. На этом религия заканчивается. Но если мы развиваемся дальше, мы понимаем, что преданные очень важны для нашей духовной практики. И Кришна показывает, что нужно действовать, действовать. Пастухи уже собирались совершить жертвоприношение. Собрали ингредиенты. И это было, кстати, в Дивале. Вчера. Собрали ингредиенты, все подготовили, собирались совершить жертвоприношение. И Кришна что говорит? Не, не нужны никакие жертвоприношения, это вредно. Нет? Он говорит, хорошо, вы уже все собрали, так давайте же этим же самым поклоняться Верховному Господу. Браманам, Коровам, Гавардханам. Иными словами, ту же самую деятельность, которую раньше мы направляли на собственное чувственное наслаждение или на наслаждение каких-то полубогов, сейчас нужно направить на служение Кришне. И так достичь совершенства. Кришна не говорит, бездействуй. Бездействуй. Нет. Действуй. Потому что любовь – это деятельность. Любовь – это не бездействие. Любовь – это деятельность. И Кришна собирает всех под Гавардханом. Предлог есть. Индра бушует. Он в гневе. Индра бросает молнии, поливает дождями, серьезные такие тучи. В конце вселенной они приходят, в конце разрушения они приходят и затопляют все. Но что происходит под Гавардханом? Праздник. Представьте, если вы поднимаете камешек, ну что вы там увидите? Ну черви, да, там земля какая-то грязная. Ну что, знаете, что было под Гавардханом? Были прекрасные озера, реки, трава зеленая, деревья, светло было. То есть, это не был какой-то кошмар. Все наслаждались. Индра был в недоумении. Он пытается все разрушить, а все наслаждаются. Под защитой Кришны. И даже на самом холме Гавардхан ни одна песчинка с него не упала. Ни один листик с деревьев не упал. Несмотря на то, что ветер бушевал, молнии Индра бросал, дождь столбами лился, не капельками, столбами. Ничего не изменилось. И поэтому Индра 7 дней был не в себе. Он не мог понять, что происходит. Он же властелин, а ничего не происходит. Все счастливы. Поэтому, в чем идея этой лилы? В том, что мы должны полностью почувствовать свою зависимость от Кришны. И тогда Кришна будет о нас заботиться. Если мы чувствуем свою зависимость еще от кого-то, Кришна говорит, хорошо, пусть эти люди о тебе заботятся, или пусть эти полубоги о тебе заботятся. Нет проблем. Если же мы чувствуем свою полную зависимость от Кришны, то тогда Кришна будет о нас заботиться. это принципы шаран агати а ну кулияся санкалпа протикулиясти варжина ракшаши тити вишвасо гоп 3 тваранам татха от манник шепа карпанье шад вид и шаран агати это предание господу оно заключается в том что мы делаем то что он хочет благоприятное для преданного не делаем то что он не хочет что неблагоприятно для преданного служения мы полностью полагаемся на его защиту полностью больше не ночью защиту на его защиту и мы полностью уверены что он позаботится обо всех наших нуждах именно он не не через кого-то именно он безусловно преданно это тоже он то есть мы должны это понимать но не полубоги и не какие-то другие существа более высокого уровня чем и от манник шепа полное предание именно ему полное и карпанье полное смирение какое предание без смирения я тебе предаюсь но делаю как хочу что это за предание полное смирение перед господом и тогда мы можем участвовать гвардхана лили кришна хочет чтобы все преданные вместе собрались и служили ему что происходило под гвардханом все служили кришне одновременно разные раз и смотрите кришна ночью с гопи в лесу не тут приходит мама яшода представьте себе такую картину на вообще вот не получится раз и правильно поэтому мама яшода общается с кришной утром вечером гопи ночью пастушки днем у всех есть свое время остальное время в разлуке но тот кришна захотел чтобы все вместе одновременно одновременно служили ему во всех расах что сделал сила правопада он предложил всем служить кришне какие бы мы разные не были в каких бы мы расах не находились или в каких бы мы гунах не находились сила правопада собрал нас под этим холмом гвардхан искон и предложил служить всем вместе кришне и вот кришна стоит он в центре на он держит левой ручкой нежной левой ручкой этот огромный холм и это не значит что всем скучно найдет все там не станет не знаю чем заняться нет те объясняются те кто были в нейтральных отношениях с кришной они восхищались кришной какой удивительный кришна его слуги массировали тело кришны приносили воду его друзья шутили с кришной то есть развлекали кришну шутками мама яшода приносила пироги чтобы покормить кришну а гопи с любовью смотрели на него и это конечно вызывало беспокойство у пастушков они говорят ну если кришна будет так внимательно смотреть на копе он уронит холм гвардхана иногда кришна пытался играть на флейте и маду ману говорил о кришну тебе не нужно играть на флейте потому что когда ты играешь камни плавятся ты представляешь если гвардхан расплавиться на же всех лавой зальет но другие пастушки грели нет нет не беспокойтесь гвардхан он очень терпеливый он сдержит свой экстаз сразу служение гвардхан сдерживает свой экстаз он не плавится то есть все были заняты в служении кришне вот это и есть гвардхана лила иными словами мы участвуем не только сейчас в гвардхане лили очень хорошо у нас будет гвардхана вокруг походим очень замечательно но мы в принципе живем гвардхана лили если участвуем в служении вместе с преданным какие бы мы разные не были у каждого есть возможность послужить кришне вот это есть гвардхана лила не раз в году понимать гвардхана лила ежедневная если мы приходим если мы участвуем если мы поем если мы служим готовим не важно что да очень важно чтобы божества были украшены правильно нам приятно но кто-то это сделал у нас есть прекрасные пуджари которые это сделали это нужно ценить от этого нужно зависеть мы же зависим чтобы божества были прекрасными да и это кто-то сделал мы же зависим чтобы просад был вкусно и это кто-то сделал вот конечно хочет чтобы мы почувствовали свою зависимость из-за этого разовьется любовь сколько у нас времени может быть вот на этом этапе еще какие-то вопросы и потом продолжим обсуждение может быть есть у кого-то какие-то интересные мысли чтобы не только я был в центре потому что я не удержу холм говард хан у меня обычное материальное тело есть у кого-то какие-то мысли вопросы пожалуйста конечно очень хорошо а вопрос по поводу помощи кришны непосредственно что кришна сам непосредственно помогает преданным да ну и вместе с этим вы сказали через преданных потому что да это одно и то скажем одна прямая полубоги что же преданными поэтому а вообще в принципе если помощь откуда-то происходит может это вопрос восприятия преданного может какую бы помощь он не получил он может он будет это связывать с кришной это очень важно смотрите мы можем хрис бодраке идя и синитой врач андраке идя еще группа адраке да преданный все связывает с кришной это очень интересный момент что разве преданные ходят к врачам ну зубным врачам например да ходят но если они думают что врач мой спаситель вот это и есть иллюзия кришна мой спаситель он научил он научил врача врач мяка мне как-то помог но лекарства помогли только потому что кришна согласился то есть если вы все видим в связи с кришной то тогда это и есть сознание кришна если же мы отделяем полубогов от кришны других людей от преданных от кришны мы тоже можем отделить преданных от кришны да кришна вот кришна хорошо но эти люди они они как-то с кришной не связаны только я связан вот это и есть мая отделить что-то от кришны а для чего мы отделяем что-то от кришны чтобы наслаждаться независимо. Если я отделил что-то от Кришны, оно может быть моим. А если я не могу отделить все от Кришны, я понимаю, что все принадлежит Кришне, как я этим буду наслаждаться? Я просто маленький слуга. Я выполняю служение. Все. Но если я отделил, я могу стать большим. Гордыня может вырасти. Вот где проблема. Индра отделил себя от Кришны. Меня назначили. Я Индра. А они мне не поклоняются. И посмотрите, какая иллюзия у Индры. Он говорит, эти пастухи возгордились. Так, эти пастухи возгордились. А еще вот этот маленький, не совсем разумный Кришна, он их и подначивает. Я им всем покажу, кто я такой. Они еще меня запомнят. Кто возгордился? Индра возгордился. Ну а он говорит, не-не, пастухи возгордились. Поэтому когда мы находимся в иллюзии, когда мы что-то отделили от Кришны, когда мы себя пытаемся поставить в центр, то наше сознание тоже все меняет. Мы говорим на белое, черное, на черное, белое. Вот, Шила Прабхупада дал нам сознание Кришны. Это все, что нам нужно. Все. Да, есть предыдущие Ачарьи. Но мы должны видеть то, что дают нам предыдущие Ачарьи на основании книг Шила Прабхупада. Сначала мы изучаем книги Шила Прабхупада. Хорошо. С комментариями. Старательно. С чистым сердцем. Под руководством старших преданных. Только потом мы сможем понять все остальное. Поэтому мы держимся за книги Шила Прабхупада как за что-то очень дорогое. Мы это ценим, и поэтому мы от них зависим, поэтому мы их любим. Если они завишут от книг Шила Прабхупада, зачем мне их любить? Я сам философ. У меня вот тут, знаете, тут жижа такая волнистая в голове. Я очень разумен. Нет, я никто. Слова, даже которые я произношу, не мои. Это все вложил на Шила Прабхупада. Поэтому мы ни в коем случае не должны отклоняться от Шила Прабхупада. Тогда это Будга Вартхана Лила. А если мы отклонились, это наша Лила. Спасибо за вопрос. Это всегда интересно, когда преданные участвуют, когда у них есть вопросы, им интересно. Потому что лектору интересно всегда, правильно? Лектор говорить, это интересно. Но слушателям, чтобы было интересно, нужно, чтобы они участвовали. Да, пожалуйста. Если случилось, что такие ремни сильные были, а жители Миндаловы были в Ахмолу, или они были сухими? Что там было за ремни? Мукунда Гавранга знает. Но при этом... А я не верю, что вы забыли. Ну ладно, в любом случае. Когда Кришна поднимал холм Гавардхана, то часть холма упала таким образом, что сделала ограду. И более того, Кави Карнапур описывает, что когда Кришна бежал от дома к холму Гавардхана, то Йога Майя создала такой покров, что лил этот дождь, а на Кришну ни капелька не упало. И точно так же все жители деревни. То есть они пришли под Гавардхан, и все у них было хорошо. То есть Йога Майя способна на такие чудеса, которые Индрия не по силам. И поэтому там было замечательно. У Кришны камень Кауступха светился, там было светло. Все наслаждались присутствием Кришны, служением Кришне. Возможно, все возможно. Также я слышал, что ливни, которые падали, они вообще долетало до Гавардхана, только, знаете, вот такая, ну вот когда моросит. Для чего? Ну, чтобы омыть. А сам Гавардхан, то есть на нем ничего не случилось ужасного. То есть даже песчинка не упала. И даже дикие животные, которые не внутри были, не под Гавардханом, а снаружи по Гавардхану ходили, они не испытывали никаких беспокойств. У них все было хорошо. Нет, это мы все время спим, едим и отдыхаем. Семь дней они непрерывно смотрели на Кришну и служили Ему. И настолько были поглощены служением Кришне, что забыли о еде, сне и о других потребностях. Замечательно, Кришна идеален. И посмотрите, Кришна, что делает, как Он усиливает любовь жителей Вриндаванов. Он дает им ощутить зависимость от себя. Вот мы читали стих. Они все обратились к Кришне. Пожалуйста, защити нас. Ты единственная наша надежда. И как только мы вот такое почувствуем, вот Кришна единственная наша надежда. Все, других надежд нет. Тут же проснется любовь. Ну действительно, но если больше не на кого надеяться, почему же тогда мы не любим того, кто все нам дает, от которого мы полностью зависим, который полностью нас защищает. Как можно такого не любить? Мы сейчас любим разных, разные формы, разные вещи. Кто-то надеется на деньги, кто-то надеется на полубогов, кто-то надеется на родственников. Там, где наша надежда, там и наша любовь. Посмотрите, какой интересный пример. Почему дети так любят родителей? Почему? Вот смотрите, какая умница. Да, смотрите, какая умница. Потому что родители о них заботятся. Человеческий детеныш – это самый необычный детеныш среди приматов, как говорят ученые. Потому что все приматы, они неделя-две, или все животные, неделя-две, они уже на ногах, они уже побежали, они уже могут есть, все хорошо. С человеческим детенышем столько возник, столько много лет, пока он начнет ходить, говорить, есть нормальную пищу. И в этот момент он полностью зависим от родителей, полностью. И поэтому его любовь развивается. Он видит, что и эти люди, которые неожиданно появились, непонятно откуда, то есть он родился, и тут какие-то люди. И почему их нужно любить? Вот давайте подумаем. Непонятные люди. Они ему родили, они ему помогали. Чудесно. Слушайте, у нас интеллектуальный ребенок, очень. Вот. Видите, как замечательно, да? Потому что они о нем заботятся, и тогда любовь развивается. Мы скажем, ну, родители, а почему у родителей любовь развивается? А потому что у них тоже полная зависимость. Можете вы, ну, там, трехлетнего сына сказать, ну, мы вот на дачу собрались, а ты тут сам. Вон, кухня там, продукты в холодильнике, ну, деньги на столе, если что. Мы поехали. Он такой, знаете, у него будут глаза, как вот Жаганадхи. Как это? Нет. Поэтому любовь развивается от этой зависимости. И родители тоже зависимы от детей. Они полностью зависимы. Они не могут от них оторваться, и тоже любовь развивается. Вот. То есть, мы развиваем любовь, когда мы зависимы. И вот, чтобы почувствовать эту любовь к Кришне, мы должны почувствовать эту полную зависимость от Кришны. А для этого нужно изучить Бхагаватам с самого начала, чтобы мы увидели, что мы зависимы от Кришны во всем, во всем, во всем. Нет кого бы то ни было еще. Только от Кришны. Вот это и есть чистое сознание Кришны. Опять, повторяемся, преданные Кришны, это тоже Кришна. Холм Габардхан, Кришна показывает, вот это я поклоняйтесь, вы мне, а не груди камней. Правильно? Точно так же на алтаре мы же не поклоняемся пластику, дереву, цветочкам. Мы поклоняемся Кришне, потому что Он проявляется, если мы говорим, это ты, это ты, не прячься, то Он появляется, если мы в это верим. А если нет? Харе Кришну. Может еще какие-то вопросы? У тебя отлично. Да, мы слушаем. Ужас какой. Ужас какой. Точно в Калиюге. Вот смотрите, у нас очень умный ребенок, он говорит, они в Калиюге. Почему родители иногда отдают куда-то своих детей и они их не любят? Любят, солнышко. Они их любят. К сожалению, у них могут быть другие приоритеты, выше, чем эта любовь. Это не значит, что они не любят детей. Но это так же значит, что они ошиблись в своих ценностях. Так же и мы, смотрите, мы говорим, я люблю Кришну, я люблю Кришну. И потом идем и кому-то тоже говорим, я и тебя тоже люблю. Мы ошибаемся в своих приоритетах. Или я, вот все это дороже мне, чем Кришна. Есть что-то, что для нас может быть дороже, чем Кришна? Нет, конечно. Нету. Вот даже ребенок знает. Что у нас нет ничего дороже, что может быть Кришной. Но мы все равно кому-то еще отдаем свою любовь. Это ошибка приоритетов. Так что не волнуйся, тебя не отдадут. Ты самая лучшая. У тебя не о чем беспокоиться. Очень, конечно, любит. Можешь не сомневаться. Да, и папа, и мама любят. Все любят. Ну, как такое можно не любить? Очень, очень замечательно. Спасибо за вопрос. Еще какие-то вопросы? Тогда можем почитать еще, да? Что еще интересного в этой лиле? А может быть, кто-то еще расскажет, что интересного он нашел в этой лиле? Может быть, у вас есть какая-то реализация, которая близка вашему сердцу из этой лиле? Вот, пожалуйста, микрофончик возьмите, если можно. Ну, мы можем поехать к подножию холма Гвардхана, и так же поклоняться ему, обходя его. И можно так же удивительный опыт получить, когда ты пять часов можешь просто идти все время с головой повернута направо и не заметив, что у тебя шея даже не болит. То есть это или ты... Или когда мы обходили Гвардхан, ну, то есть первый раз, когда мы обходили Гвардхан, то, как правило, уже последняя четверть пути, она такая, ну, вот уже, вот уже, финишная прямая, говорит гид, проводник наш, Дхама Гуру говорит, ну, ты понимаешь, ну, чуть-чуть еще нужно, последний рывок дойти. Но удивительный опыт, когда мы обходим его воспеваясь, это именно Господа с Харинамой, что, безусловно, доставляет большое удовольствие Гвардхану, когда мы проставляем Кришну, то обычно мы с Катхой, с Прасадом, это занимает 12 часов. Если без остановки, то там часов 6-7, и в 7 часов мы выходим, в 7 часов возвращаемся, и такое настроение, а давайте еще один кружок, то есть ты даже не замечаешь, что там 12 часов ты на ногах, в танце, то есть это удивительно. И мы можем видеть, что многие жители Вриндауна, они гости Вриндауна, они зависят от Гвардхана, как вы сказали, то есть во всем, даже в таких мелочах, как успешно сданный экзамен, или женитьба дочери, замужество дочери, то есть они зависят от Гвардхана, то есть они могут с такими вопросами обращаться к ним. Ну и Гвардхан, безусловно, он обладает безграничной потенцией, даровать нам высшее назначение, нашу любовь к Богу. Поэтому, безусловно, опыт преданных показывает, что мы, услышав от таких вачнав, что Гвардхан, он дарует любовь к Богу, мы обходим ему и просим Гвардхан, дай мне тоже любовь к Богу. Но Гвардхан, он не особо торопится, он просто наблюдает, что мы, как мы дальше будем действовать, настоящее ли это наше желание, или мы так эмоционально. Многие преданные, они именно находят прибежище у Гвардхана, то есть они продолжают ему поклоняться здесь, в странах Запада, развивают отношения с Кришной, поклоняясь Гвардхану как Кришне, поклоняясь как преданному Кришне, еще более возвышенно, можно сказать. Потом, безусловно, точно так же, как у Двискон, у нас обязанность каждого члена Двискон развивать личные взаимоотношения с Шива Праупадой. Личные взаимоотношения с Шива Праупадой. Точно так же у нас у каждого может быть обязанностью развивать личные отношения с Гвардханом. И у нас будет сегодня такая возможность, когда мы будем обходить его. Вот у меня есть этот опыт, Бхактианан так Кришна Махараша организовал, Галока-фест, и там мы бегали вокруг Гвардхана в ночь на Экадыше. И на определенном этапе, то есть, экстатично очень. И здесь мы в храме тоже обходили, несколько раз были праздники на Гвардхана Пуджи, когда необычные, можно быть, переживания ощутить, когда мы поклоняемся к Гире Гвардхану. И точно так же, как Гире Гвардхан объединил преданных на Гвардхана Лилии. То есть, если мы вместе поклоняемся Кришне, то мы будем получать благословение Гвардхану. Хотите сказать? Вот, Таран Кришна Прабу, скажите ваши реализации по поводу Гвардхана и Гвардхана Пуджи. В 24-й главе, 10-й, 2-я глава, да? Нет. Глава. 24-я, 25-я глава. 24-я, 25-я. Которая описывает начало этой Лилы и ее продолжение. Шукады Богослами. Пытается объяснить, почему Кришна так все устроил эту Лилу. И его задумка была, заключалась в том, что он хотел уменьшить гордость царя Индры. Потому что возникает вопрос, почему так Господь поступает каким-то образом, и когда он что-то делает по отношению к кому-то, наверняка в этом есть какой-то план. И когда он подошел к своему отцу, хотя он знал, будучи там, Шукады Богослами объясняет, что он, будучи сверхдушой, знал, что они хотят сделать, тем не менее, он начал задавать вопрос, почему? Почему вы это делаете? И объясните, потому что, если невежественный человек не знает, что ему делать, то его деятельность, она становится бессмысленной. И, естественно, Нанда Махараш начал объяснять, что вот там надо, это такая традиция, которая поклоняется уже, не только мы это делаем, многие люди это делают, поклоняются полубогам, начинают объяснять, почему. В конце концов, Кришна все это выслушал и говорит, ну, в этом, может быть, есть какая-то логика, но, с другой стороны, если, он начинает поднимать одну интересную тему, если деятельность, которую совершает живое существо, и от этой деятельности зависит все, то тогда какой смысл в поклонении полубогам? Потому что смысл заключается в том, что если подразумевается, что я должен кого-то ублажать, а он посылает мне плоды, то он тоже зависит от того, кто его ублажает. И он начинает объяснять такая философия, которая связана с тем, что он показывает Господу Индоре, и что на самом деле, потому что Индра, когда увидел, что это происходит, у него проявился гнев по отношению к тех, кого он считал своими последователями. А тут они раз и перестали быть последователями по указанию Кришны. И Кришна объяснил, что на самом деле, если деятельность, то полубоги тоже зависят от кармы. Так устроено в этом мире. Поэтому какой смысл все это делать, говорит, если есть вещи, которые могут вывести нас и под влияние этой кармы. А это достаточно просто поклоняться браманам, в конце концов, чтобы они были счастливы, коровам, кому Гавардхан, ну и я, чтобы был доволен. Но, чтобы усилить еще веру преданных, он на самом деле принял форму Гавардхана. Он специально показал эту форму и начал съедать все, что они ему предлагали, чтобы показать им, что на самом деле, там стих такой, что когда я говорю, Кришна говорит, Господь Гавардхан может защитить любого от всех опасностей, которые происходят в лесу, и там и так или иначе. То есть, он таким образом показывал, что на самом деле прибежище живого существа не в сильных мира сего. Даже сильные миры сего тоже не должны гордиться своим положением. На самом деле, прибежище каждого это лотосные стопы Кришны. Спасибо, замечательно. Может быть, кто-то еще из преданных хочет что-то сказать. Ну, давай, рассказывай желание. Вот, смотрите, какое замечательное желание. Как тебя зовут, солнышко? Радха. Смотрите, Радха хочет на Радхаятру. И это ее желание. В общем, это потрясающе. Сейчас она еще повторит микрофон. Повтори, пожалуйста. Я хочу, чтобы мои родители, чтобы у меня день рождения было на Радхаятре. И чтобы... Мне папа подарил такой подарок, что мы поедем на Радхаятру. Спасибо. У тебя вообще удивительное желание. И с вами. Да, ты станешь с вами. Я согласен. Спасибо, солнышко. Можно сказать, каким образом Кришна приносил на Радхаятру? Написано, что он увеличился в размере, стал высоким, и потом он при нем говорит, теперь я буду все как бы стал принимать. А теперь я голодна, стал принимать отношения. Но тут же Кришна говорит, остался вместе и стал говорить, давайте позвоняться к этому. Так понятно, как это произошло. что произошло, что Кришна стал огромным? у него был две формы. Да, он сделал две формы. У Кришны множество форм, бесконечное количество форм. Мы говорим, что Бог один, да, один, а форма бесконечная. Кришна принял эту огромную форму, чтобы показать, что он и есть Говардхан. Это очень важно, что мы не просто поклоняемся груди камней, вот это нужно понять, что это и есть Кришна. Тогда это совсем другое поклонение. Он принял эту огромную форму, все съел, и мы думаем, да, вот так вот, если мы Кришне будем поклоняться, он все съест, и нам ничего не достанется, а потом все вернул. Вот такой Кришне, да, он все съедает, и потом всем раздает просад. Мы же если все съедаем, но уже никто не хочет, чтобы мы его вернули, правильно, но Кришна съедает, и все возвращает, и оно становится еще лучше, чем было до этого, когда мы предлагаем пхогу, она просто, просто набор компонентов, картошка, морковка, рис, но после того, как Кришна съедает это все, это становится нектаром духовной жизни, это уже совсем разные вещи, поэтому Кришна хотел показать, что поклонение холму, это поклонение ему, что он неотличен до Говардхана, почему Говардхан это Харидаса Варья, лучший из преданных, он служит всем, дает коровам траву, пастушкам воду, места для игр, места для игр, он Кришне дает пещеры, эти пещеры это не просто знаете такие дырки в земле, эти пещеры они выложены изумрудами, там прекрасные места для отдыха, для встреч, это освещенные пещеры освещенные, это прекрасно, то есть это не просто холм, он слуга, который все организовывает, чтобы у Кришны с пастушками, у Кришны с всеми слугами были прекрасное место для этих отношений, нам же нужно место для отношений, правильно? Вот смотрите, мы сюда пришли, прекрасный храм, это пещера Гавардхана, это пещера Гавардхана, и здесь все хорошо, и это Кришна сделал, руками преданных, кстати, вот, и это надо ценить, вот это то, что мы должны научиться зависеть от Кришны, зависеть от храма, преданных, от книг Швилы Праупады, от этих взаимоотношений, тогда у нас разовьется любовь, независимость лишает нас любви. Может еще что-то вы хотели сказать? Я хотел покадров, чтобы вы расписали, как происходит это, описываться источника, Кришна стал расти, стал высоким-высоким, и потом говорится, я в этот момент не мог понять, что он превратился в холм Гавардхана, и там говорится, а тот Кришна, который остался с друзьями Гавардхан, он говорит, давайте похваняться Гавардхану, вот этот момент он поменялся. А, имеется тех техническая, то есть вот как линейка нужна, размеры, когда произошел этот переход и так далее. Кришна является изначальным мистиком, и он может показать нам. А, может быть стих, как мы выбираем, представьте, мы стоим под Гавардханом, мы выбираем, это как Кришна растет, 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 и то, что превращается в Гавардхан, и говорит, да, да, и как вот это, неудачно, конечно, остальные неудачно нормальные, достался желательно поклоняться, неудачно, то есть все на глазах усели. Насколько я понимаю, то сам Гавардхан начал расти, у него начали гандару, его жадость, он начал, когда говорится о росте, Гавардхан начал принимать определенную форму, а Кришна был рядом, и так и оставался рядом. Кавик Аднапур также по-другому описывает, что появилась сначала огромная форма Кришны на Гавардхане, а потом он уже принял форму Гавардхана. Нам важно что? Любовь. Ну, то есть вот когда люди встречаются, вопросы же не дают, извините, а что у вас внутри? Сколько там сердца у вас с той стороны, а печень у вас правильная или уменьшенная? Не об этом же идет речь, то есть внешние вещи это конечно хорошо. Главное, что мы должны увидеть в этом, что Кришна хочет, чтобы мы его любили, потому что единственный, кто достоин полной любви, это как раз он. И все, что с ним связано. И поэтому он все организовывает таким образом. Вот, простите, не могу ответить на ваш вопрос, видимо не присутствовал при этом. я бы хотела, так. Гауранга Прабу, спасибо огромное за эту тему. На самом деле, в какой-то момент Кришна присутствовал жителями Вриндаваны. И когда жители Вриндаваны принесли множество-множество подношений, то Кришна сказал, я сейчас вам покажу, как надо это предлагать. И Кришна прыгнул на верхушку этих подношений. В тот же момент, как сказал Тарун Кришна Прабу, у самого Гирираджа стали проявляться. То есть, и когда Кришна прыгнул, жители Вриндаваны не чувствовали, что Кришна нет у них. То есть, Кришна стоял с ними. Но тем не менее, чтобы научить жителей Вриндаваны, как это все делать, как это все, и усилить их веру, потому что жители Вриндаваны следуют наставлениям Кришны единогласно, но все равно, знаете, как Нанда Махарач сказал, я организую тебе жертвоприношение, но попозже. Кришна сказал, нет, берем то, что мы подготовили, и делаем Гавардхана Пуджу. И также этот момент, он был создан для того, чтобы все действительно поверили, что то, что Кришна говорит, оно, ну, как бы не улетает куда-то там, знаете. То есть, Кришна, он непосредственно прыгнул на эти подношения, чтобы это все предлагать, и тут же Аньор, Аньор, Гирирадж стал расти, расти, и потом он принял прекрасную форму самого Кришны. Вот как-то так тоже. Желаю вам всем оказаться однажды в Гавардхана Лиле, которая будет проходить сначала в земном Вриндаване, и увидеть это своими глазами. Рейбол, Шитарна Кришна права. Молодец. А я хотел спросить, почему есть разные представления о холме Гавардхана. С одной стороны, мы видим, что есть вайшнавы, которые относятся к нему как харидаса варьи, то есть лучшему из преданных, а с другой стороны, некоторые поклоняются к самому Кришне. Ну, в этом нет противоречий. Все, что связано с Кришной, это тоже Кришна. И в конечном итоге мы, на самом деле мы даже, как говорит Бхактия Станта Сарасвати, мы не стремимся поклоняться Кришне. Мы стремимся поклоняться Радхе. Это тоже Кришна. А откуда такая философия взялась? Насчет чего? Такое разделение Кришна и лучшие из вайшнавы. Не знаю. Я не разбирался в этом, не пытался. Но, по сути дела, преданные нам на данный момент для нас даже более важны, чем наше представление о Кришне. Потому что наше представление о Кришне пока еще находится в гунах материальной природы. А преданные и духовный учитель, вайшнавы, они помогут нам из этого выбраться. Поэтому для нас преданные очень важны. И поэтому это Кришна. И Кришна также говорит, что Ачарья – мама. Ачарья и я – это одно и то же. Не различайте. И Харидасавария – это лучший из преданных. И поэтому мы не отличаем его от Кришны. Потому что это то же самое, что бы сделал Кришна, если бы мы с ним встретились. То есть, когда мы встречаемся с Гавардханом, то его желание служить Кришне для нас более важно. Нет никаких противоречий. Кришна может принять любую форму. Кришна может… Вот мы можем сейчас сидеть, да? Я извиняюсь. А это может быть Кришна. Вот, Тарун Кришна Прабу, да? А Тарун Кришна Прабу сейчас дома сидит и занимается пуджей. И мы смотрим на него, ну, да, Тарун Кришна Прабу. Буквально полчаса или сорок минут назад я тебе сказал, что я… Признак того, что я не пришла, я ногу отсидел. Ну, вот как раз… А потом сменилось. Бог может проявиться где угодно. Мы помним эти истории, да, когда Кришна приходит к своим преданным в их обличье, к жене, помните, к жене он пришел и так далее. То есть, Кришна может принять любую форму. Поэтому мы должны ожидать, что Бог с нами может встретиться в любой момент и не оскорблять никого. Он находится в сердце каждого. Поэтому, если мы неуважительно относимся к преданным, мы неуважительно относимся к Богу. Он же там, внутри. То есть, вот он сидит в этой машине вместе с нами, понимаете? Вот мы сидим в этой машине. Тело – это машина. И внутри мы сидим. И смотрим вот через эти дырочки. У кого какое зрение, да? И Кришна находится рядом. А мы смотрим вокруг машины. Вот это вот такое тело, это вот такое тело. А Кришна тоже находится рядом в нашем сердце. И вот мы должны сначала это понять на основании шаста, что Кришна находится в сердцах всех вайшнавов. Поэтому заботиться о вайшнавах, любить вайшнавов – это то же самое, что любить Кришну. Это храмы. Ходячие храмы Кришны. То есть, есть статичный храм Кришны, а есть ходячие храмы Кришны. Поэтому, когда я говорю, что к нам пришел Кришна в облике Таран Кришны Прабу, я ничего не меняю. Там внутри Кришну. Все авторитетно. Запутал ты. Ну вот, Кришна, он, наверное, непосредственно нахуй был Кришну. Непосредственно, это вот Кришна, это любая энергия, его твоя жизнь. Поэтому, если я не могу сказать, что раз уж Кирирач, он непосредственно вещь Кришны, это лично, это, ну, это, ну, как бы, Кришна им всегда пользуется, как зонтиком, как место для игр, то это непосредственно Кришна. Но так как он играет роль слуги, он служит, он организовывает эти встречи, он все, как мы сегодня много раз уже об этом говорили, то он как преданный прославляется. Но из-за того, что он лично является атрибутом Господа, да, Кирирачи, то он сам Кришна. И также очень интересный момент, объясняется, что та любовь, которую мы испытываем к духовному учителю, такая же любовь будет к Кришне. Ну, имеется в виду то же желание служить. То есть не раса, но то же самое желание служить. То есть вот эта вот зависимость от духовного учителя, которая у нас должна появиться, она будет такой же, как потом мы будем зависеть от Кришны. Духовный учитель — это проявление Кришны. Хом Гавардхан — это проявление Кришны. Преданное — это проявление Кришны. То есть мы ограничиваем позиции телами или какими-то, ну, вещами, потому что мы вот этими глазами можем видеть только материю. Но мы должны тогда видеть сознание, которое очищено чтением священных писаний. И мы понимаем, что всё это — энергия Кришны. Майя, иногда Майя — это плохо. Плохо тогда, когда мы её пытаемся использовать для чувственного наслаждения. А Майя — это неплохо. Если мы её занимаем в служении Кришне, это уже не Майя. Но когда занимаем служение себе, вот это плохо, вот это Майя. То есть это энергия Кришны. Имперационалисты говорят, это иллюзия. Всё, выбросьте этого. А преданно говорят, нет-нет, это не иллюзия. Это реальность, которую нужно занять в служении Кришне. В этом разница. Замечательно. Натолкнули меня на мысль. В действительности Кришна таким образом пытается объяснить нам, что мы тоже являемся частью энергии Кришны. И по сути дела мы в какой-то степени не отличны от Него. Вопрос, под какой влиянием, под какой энергией мы находимся, внутренней или внешней. И Говардхан является проявлением внутренней энергии Кришны. То есть весь духовный мир, созданный Вриндаван, все Вайкунхи созданы Баларамой для того, чтобы служить Кришне. И в этом плане, что это является уже энергией Кришны, поэтому оно не отличное от Него. В то же самое время оно и разделенное в настроении служения, как слуга Кришны. Поэтому вот эти два настроения, они сочетаются. Точно так же, как Баларама мы говорим, хоть это и Господь, но это еще и слуга Кришны. Ади, Гуру, Ади, Дас. Поэтому Лила начинается, первый стих Говардхана Лилы говорит, Кришна вместе с Баларамой, находясь в том же селении, где живут Браманы, Ягья Браманы. То есть Кришна вместе с Баларамой. Кришна не бывает один. А Баларама означает, и Баларама тоже не бывает один. У Баларамы есть еще кто с ним. А те, у кого друзья Баларамы, у них еще свои друзья, а потом у них еще свои друзья. В конечном итоге доходит до того, что мы являемся слугами, слугами, слугами кого-то уже. Поэтому, когда говорится Кришна вместе с Баларамой, это означает Кришна и все его энергии. Харе Кришна. Харе Кришна. Кто-то еще вдохновился? У нас еще минут пять есть. Я хотел, если позволите, подметить, что главное не потеряться и не вознамить себя Богом. Это очень важно. Мне вспомнилась история Господа Читаема, который был от Адвати Ачарь. Я тогда Адвати Ачарь я бы хотел, чтобы Господа Читаема, Адвати Ачарь я бы хотел, чтобы Господь Читаема Махапрабу принял его заслугу. Потому что мы знаем, что Господь Читаема Махапрабу всегда выражал почтение Адвати Ачарь. И вот мне вспомнилась эта история, как раз таки, как, что, ну, в том, что я Бог, да, и Адвати Ачарь приходит Господу Читаема Махапрабу, а, и он же провозглашал Майаваду, проповедовал Майаваду. И тогда Господь Читаема Махапрабу так сказал, пришел к нему домой, и с Господом Нейтенандой, и говорит ему, «Ты что, хочешь сказать, что я Бог, и он Бог?» Вот, и тогда Адвати Ачарь говорит, «Да, и я тоже Бог!» И тогда с Читаема Махапрабу начал его воспитывать, да, он его начал бить, вот, и Адвати Ачарь просто, он получал от этого неописуемое благо, да. Вот, и к чему веду, к тому, чтобы вот этот тонкий момент мы не упускали, да, что Адвати Ачарь это делал нарочно для того, чтобы побудить Господа прийти к нему. Вот, если у нас будут такие же мысли, то, конечно, это хорошо. Да, мы обычно на полном серьезе. Да, мы обычно на полном серьезе считаем. Адвати Ачарь, может быть, что-то скажет, что я Бог? Ну, раз сам Бог говорит, что он не Бог, нам тогда, тем более… Да, если сам Бог не признается, что он Бог, да, во Вриндаване Кришна не признается, что он Бог, он не хочет, чтобы кто-то думал, что он Бог. Почему? Потому что тогда прекрасные взаимоотношения, да, если у нас хорошие взаимоотношения, мы не выделяем себя Богами, да, а если я Бог, ну какие? Я одиночка тогда, да, я Бог, вы все недостойны. Если даже три Бога встретились в одном месте, и один Бог другого поколотил за то, что тот говорил, что они все Боги. Да, нужно быть внимательным. Да, нужно быть внимательным. Если кто-то говорит, что я Бог, то надо к нему присмотреться. Спасибо большое. Я хотел еще раз сказать, что больше даже сказать, не право наше, а если брать даже обязанность наше, эти отношения с гиражем развивать, и мы можем сейчас, перед открытием монтаря, вспомнить его пранамамантру. Она звучит так. Намасте гирираджа я. То есть, мои поклоны гирираджу. Шри Говардхана намине. То есть, по именю Говардхан. Ашешеклеша наше я. То есть, именно, который уничтожает все, ну, всю боль, страдания, которые могут быть у нас. Да, Ашеклеша. Парамананда дайне. И дарует высшее блаженство. То есть, мы можем приехать в Авриндаун, склониться перед Говардханом, поклоняться, мы обходя его, пая киртам, для его удовольствия вместе с передными. Также мы можем мысленно, вот, сейчас просто можем вместе повторить эту пранамамантру. Намасте гирираджа я. Намасте гирираджа я. Шри Говардхана намине. Ашешеклеша наше я. Парамананда дайне. Или литературный перевод. Я предлагаю свои почтительные поклоны гирираджу. Его имя Говардхан. Он устраняет все несчастья и препятствия. А вместо этого дает высшую ананду, высшее блаженство. Парамананду. Поэтому жители Вриндауна, жители Индии, они часто, ну, то есть, они знают это, что у Говардхан все даст, что они не попросят. И у нас также должна быть контакт этот с гиририраджем. Это возможно тогда, когда мы обращаемся к нему. И, конечно, с духовными желаниями можем также обращаться. И иметь этот контакт. Мы еще попросим Ашада Кумара, право, сказать пару слов о гиририрадже. Он у нас самый скромный, поэтому нам приходится его попросить. Уговаривать, да. А я расскажу как раз о том, что у нас сейчас будет. После того, как началась проводиться церемония поклонения гиририрадже, там проводили арати. И после этого, или во время, и в процессе, в общем, до и после всего гиририрадже начали кормить. И в этой связи даже есть список того же, чем же его кормили. И в этом сейчас вот все жители Вриндауна, мы здесь собрались сейчас под Говардханом. Вот эти, видите, блестяшки, знаете, что это? Корни Говардхана. Ну здесь, на это все надо смотреть не прямо. Здесь надо понимать, что мы с одной стороны под Говардханом находимся, и с другой стороны это темные тучи, видите, и синие, и фиолетовые, а это молнии, которые Индра насылает на Говардхан. И тем не менее, на нас не попадает ни одной капли. И сейчас все жители Вриндауна тоже смогут поучаствовать в том, чтобы совершать подношения. Преданные готовятся, еще со вчера начали готовить, и есть у нас ряд подношений. И после того, как мы скрутим коврики, сюда выйдет олицетворенный Говардхан в виде 11, или где-то около этого, Говардхана шил. Конкретно вот именно прямо с Вриндауна Господь явился сюда. Здесь возле колонны станет, и будут столы, и можно будет поучаствовать в кухне, кому-то посчастливится. Каждый может присоединиться и прикоснуться к тому, чтобы вынести какое-то блюдо. Вот. И как это происходило 5000 лет назад? Узнав о предстоящей церемонии установления божеств, крестьяне принесли все свои запасы риса, дала и пшеничной муки. Продуктов оказалось столько, что вся вершина холма была полностью заставлена. Тут преданные только что начали смотреть на количество подношений, и они поняли, что те столы, которые вчера продумали, что их не хватает, и принесли еще два. Вот прям полили все. Вслед за крестьянами, принесшими рис, дал и муку, гончары принесли множество разных горшков. У нас тоже есть горшки, если что. На следующее утро люди начали готовить. Итак, 10 браманов варили рис и 5 тушеные овощи и супы. Из шпината, коренев и плодов, собранных в лесу, браманы готовили овощные блюда, а кто-то делал из дала бады и бадии. Так браманы готовили различные кушания. Так у нас уже 8 часов утра, сегодня приехал главный браман-повар, Дайл Кришна Прабу, и под его руководством готовились удивительные блюда. Из шпината, коренев и плодов, собранных в лесу, браманы готовили овощные блюда. Так хорошо. 5 или 7 человек в огромных количествах пекли чапати, обильно смазывая их топленым маслом. В овощных блюдах, рисе и дали было достаточно топленого масла. Очень много масла было. Весь сваренный рис высыпали на листья палаши, лежавшие поверх растительной на земле новой ткани. Нас тоже тканями покрывали столы, адаптированные варианты. Вокруг горы от творного риса возвышались, в нашем случае будут горы самосов. Тут чапати, но мы немножечко пошли дальше. Так проходила церемония Анакута. Мадавендра Пури, Госвами, сам предложил все гопали. Кто у нас будет в Мадавендра Пури сегодня? Дрова Махарадш Прабу, сегодня будет в Мадавендра Пури. Мадавендра Пури, я вам помогу. Спасибо большое. Она будет мне помогать сегодня. Молодец. Она с утра уж сегодня помогает всем. У нас сегодня даже рис, сыр терла, да? Терла? Терла. Молодец. А и так, множество кувшинов наполнили ароматизированной питьевой водой, и господь Шри Гопала, который долгое время голодал, такое бывает, выпил и сел все, что ему предложили. Удивительные праздники, церемония установления Шри Гопала, Апалоджи, апалоджи, гиряч марачки, джай. А.